Мне совершенно недавно, я был свидетелем того, как бывшему французскому министру, который давал интервью моему коллеге, ассистировало его доверенное переводчество. Он сказал, что он хочет работать со своей переводчицей, потому что он ее знает и доверяет. И она, вот знаете, есть слово «лажала», то есть она переводила неправильно и вопросы, и ответы. А ведь это очень-очень существенный момент, я вот думаю, когда... Вам же приходилось работать с президентами, и с Горбачевым, и с Ельцином, и с Путиным. Ведь ответственность огромная в такого рода коммуникации, потому что там любой какой-то вот оттенок, любая неточность, она может иметь последствия глобальные. Более того, все политики без исключения пользуются этим аргументом, и как только им хочется каким-то образом поменять задним числом свое решение, они говорят, что меня неправильно перевели. Ну да, такой инструмент тоже есть. Кстати, как вот вам, в чем, допустим, с вашей точки зрения, профессионала, отличие работ было с перечисленными тремя президентами? Горбачевым, Ельцином. Я переводил в основном их в синхронном режиме, не только их, но и многих других тоже. И я бы сказал, что политику, вопреки ожиданиям, политика переводить несложно, если он не начинает импровизировать. А, вот так вот? А то есть вы с листа имеете в виду переводили, у вас был текст или нет? Нет, ну какие-то официальные выступления, редко бывает просто полный текст, но его никогда никто не придерживается. Поэтому это не спасает. Это не спасает, но помогает. Это помогает в плане того, чтобы посмотреть какие-то там даты, цифры, имена, названия. Но из всех перечисленных Ельцин меньше всех придерживался, ну, каких-то темы. Неудивлен почему-то. Любил импровизировать. Да, но в целом мы понимаем, что любой политик крайне осторожен. Ну, за очень редкими исключениями, в своих определениях. Это всегда такой, я называю это квантовый подход. Так вот, немножко и так, и так. В случае чего можно и сюда истолковать, и сюда. И это нормально, так должно быть. Если же мы говорим о языке бизнеса, где формулировки должны быть очень точными, юридически точными, самое интересное, что и здесь мы находим вот эту попытку, вот этот квантовый фактор ввести. То есть даже в вещах, где требуются конкретные цифры, суммы, даты, ухитряются создавать, и, вероятно, это идет из юридического языка, такие формулировки, чтобы можно было буквально на порядок снижать или повышать ту сумму, допустим, или ту цифру, которая изначально озвучивалась. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.